Если вы следите за Таррисленд хотя бы в рамках этого ютуб канала, то наверняка уже слышали о том, что игра приезжала на прошедшей в конце августа Gamescom, где по сути дела представила один небольшой трейлер и открыла возможность небольшой группе посетителей взглянуть на обновленную версию проекта. Да, нам сообщали о том, что впереди нас ожидает целый вурах новостей, но в итоге эти самые новости появились позже в отдельных статьях, а само мероприятие прошло фактически в состоянии гробовой тишины. Прошел почти месяц с того момента и в игровом сообществе Поднебесной начались достаточно активные обсуждения, ведь часть пользователей смогли побывать на упомянутой выставке и после небольшой паузы начали делиться подробностями в отношении того, как стала ощущаться новая версия игры. В сегодняшнем материале мы коротко пробежимся по появившимся рецензиям и взглянем на то, сколь серьезными они оказались. Правда, прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает легендарный Айон Классик. Еще в далеком 2008 году все желающие получили возможность принять участие в вечном противостоянии двух фракций, Асмодиан и Элийцев. С тех пор борьба этих лагерей ни на минуту не ослабевала. 6 же сентября на серверах 4Games состоялся запуск Айон Классик, который вернул этот конфликт к его корням. Перед вами уникальная возможность отправиться в мир Атреи и лично выбрать сторону конфликта. Впереди вас ждет увлекательная система прокачки, гибкое билдостроение одного из 8 предложенных классов, разнообразные профессии и полноценная система полета на своих собственных крыльях. В качестве же бонуса идет существенно более хардкорный игропроцесс, чем на актуальной версии клиента. Отлично развитая социальная составляющая и вариативная кастомизация вашего героя, что в условиях невероятно привлекательной графики нельзя не назвать еще одним достоинством. Главное не забудьте добавить ко всему перечисленному сражения с боссами и бесконечные битвы как на суше, так и в воздухе. Похоже этой осенью скучать нам не придется. Если вы давно хотели попробовать какой-нибудь классический проект, эта игра станет отличным вариантом. Переходите по моей личной ссылке в описании, регистрируйтесь прямо сейчас, а также воспользуйтесь промокодом RUCHIH для приобретения интересного подарка. Айон Классик ждет вас. Удачи! Буквально в двух словах очертим ситуацию, дабы те, кто недавно подключился к сообществу Таррисленд или не слишком внимательно следили за новостями, лучше понимали, что именно происходит и почему мы вообще это обсуждаем. Дело в том, что детище Tencent было анонсировано сравнительно недавно, в первых числах января 2023 года. И само это событие сопровождалось не столько выпуском трейлера, сколько запуском первого закрытого бета-тестирования в Китае. Соответственно, мы не только услышали какие-то заявления, но и смогли познакомиться с игровым процессом, причем довольно детально. С тех пор разработчики запустили еще целый перечень тестов, и после каждого из них игра серьезно дорабатывалась, и для нее выпускалось различные обновления, а также корректировки. К примеру, еще с января ведется работа над введением двух полов при выборе класса, и на прошедшем мировом глобальном бета-тестировании мы смогли в файлах клиента найти соответствующие модели. Тем не менее, упомянутый тест был далеко не идеален, и разработчикам удалось собрать действительно внушительную обратную связь, на основе которой они начали дорабатывать свое MMORPG. Перечислять весь перечень новшеств не имеет смысла, но многие из них серьезно сказываются на нашем игровом процессе, а поэтому возможность пощупать его на Gamescom для многих показалась очень любопытной. К сожалению, в свободном доступе практически нет данных в отношении того, какой именно билд там использовался, и что именно предложили разработчики. Связано это с тем, что команда привезла всего около 8 персональных компьютеров, на которых можно было играть в Таррисленд. При этом первые сутки они были заняты журналистами разного толка, и лишь потом на них смогли попасть обычные пользователи. Усугубляет ситуацию еще и то, что в западном сообществе игра не так популярна, как на Востоке, а поэтому каких-то масштабных разборов мы не получили. Зато небольшие рецензии стали возникать в китайских социальных сетях через несколько недель. По всей видимости, игроки вернулись обратно в страну после своеобразной туристической поездки и начали горячо обсуждать новинки от команды. Не стоит ждать, что сейчас произойдет срыв покровов, но некоторые моменты вас точно заинтересуют. Будем надеяться, что ваша заинтересованность в этой информации будет ничуть не меньше, чем заинтересованность автора этого видео в вашей обратной связи. Ведь три недели назад YouTube серьезно изменил свои алгоритмы, и теперь от создателей контента требуют не только лайки, комментарии и удержания, но еще и подписки. Платформе стало очень важно знать, что зритель после просмотра ролика решил стать постоянной аудиторией канала. Так что если вы хотите абсолютно бесплатно поддержать выпуск контента и помочь за его продвижением, подпишитесь, если еще не. Дабы вы не думали, что в этом ролике не будет интересных новостей и отзывов, давайте начнем с самого жесткого сообщения, которое появилось в сети за последнее время. Дело в том, что посетителям Gamescom предложили версию Tarisland, которая уже включала в себя случайный поиск подземелий. Механика выбора добычи еще не работала, хотя соответствующая клавиша и была добавлена. А также имелись проблемы со входом, ведь иногда приходилось два раза загружаться внутрь подземелья, чтобы в него войти. В целом это не критично, ведь мы говорим про самую первую версию функционала. Гораздо важнее, что эта механика работает и появляется она после достижения максимального уровня. Как только вы освоите финальное подземелье для пяти человек, у вас разблокируется соответствующая функция, и даже появится специальное задание, которое попросит пройти вас одно случайное подземелье с предварительным выбором конкретной добычи. Механику оценили очень высоко, потому что подземелья в Tarisland скалируются под уровень вашего персонажа, и в отличии от прошлого билда, вы могли посетить первое подземелье, которое показалось достаточно сложными. И если же мы продолжаем тему подземелья, то нужно заметить, что команда предоставила на Gamescom доступ к двум новым подземельям, которые раньше нигде показаны не были. Одно из них было посвящено морской тематике, и было представлено различного рода нагами и мурлоками. Вы могли видеть их в самом первом трейлере игры. Второе же позволяло нам сразиться с чем-то наподобие племенной общины, которая состояла из шаманов и прочей нечисти. По словам автора отзыва, их прохождение серьезно отличается от всего, что мы видели ранее, ведь механики стали гораздо более динамичными, и на первой сложности Арканы закрытие представляет из себя очень тяжелое испытание. Дополнительно, игроки нашли в меню регистрации в подземелье окно с тем самым драконом, которого мы встречаем при начале нашего обучения. Его еще очень часто сравнивали с Нелторионом, ведь визуальная схожесть заметна даже невооруженным глазом. Пользователь отметил, что босс требует от вас 130 уровень экипировки и имеет всего один уровень сложности, обычный. Вероятнее всего, героический формат появится позже. Протестировать его на Gamescom не получилось, ведь игроки имели 95 уровень экипировки по умолчанию, а это значительно ниже, чем тот порог, который требовался для зачистки, и плюс для того, чтобы в него попасть, было необходимо уничтожать всех предыдущих боссов, что являлось обязательным критерием для разблокировки входа. Очень большой восторг вызвала расширенная система изучения мира. Разработчики еще на стадии глобального бета-тестирования сообщали, что они заметили серьезную проблему, которая заключается в маленьком перечне доступных предметов за активности в открытом мире и репутации. Теперь эта ситуация была изменена, и по словам комментатора, представитель компании Tencent сообщил, что это еще не финальный вариант, и работа продолжается. И если говорить конкретнее, то теперь за репутацию мы получаем не только постоянные бонусы, вроде возможности летать по локации, где мы прокачали ее до максимума, и различные рецепты для наших профессий, но и доступ к уникальным ингредиентам для ремесел, а также экипировку и декоративные предметы. Более того, есть намеки на то, что каждая фракция получит по два ежедневных задания, на которых мы сможем зарабатывать дополнительную репутацию при необходимости. Если верить отзыву, то именно об этом говорили разработчики на выставке, и это является их планом на обозримое будущее. Правда, они не могут гарантировать появление этого функционала, потому что он еще находится на стадии дискуссии, но им бы очень хотелось интегрировать нечто подобное. Развивая тему с миром, стоит заметить, что игроки смогли обнаружить переход из Uncash каньона на севере локации в новую зону. На карте глобального бета-тестирования этот самый переход полностью отсутствовал, и ничего подобного не было. Внутриигровая карта на Gamescom тоже не позволяла посмотреть, если там что-то на самом деле, но физический проход был. Разработчики запретили в него ходить, и сообщили, что расскажут про находящиеся там объекты позже, а то, что обнаружили пользователи в ходе выставки, не должно было стать публичной частью раньше времени. С этим, кстати, связан очень интересный момент, который вращается вокруг веса Tarisland. Версия, которую мы использовали на бета-тестировании, занималась символически 18 гигабайт на жестком диске. Вариант, который использовался в ходе презентации, занимал целых 50 гигабайт, что существенно больше. Это косвенно подтверждает догадки сообщества о том, что нам предложили урезанную версию в ходе теста, которая была лишена огромного количества информации и данных. Подобные мысли в сообществе ходят уже достаточно давно, что связывают с изменением веса по отношению к тесту, который проходил в Китае еще в январе 2023 года. Тогда клиент весил 26 гигабайт и при этом имел в несколько раз меньше контентной функции, чем нам было предложено полгода спустя. Некоторые игроки списывают это на улучшение оптимизации, но как-то странно звучит мысль о том, что оптимизация так сильно влияет на вес файлов проекта, да и не факт, что между этими моментами есть прямая корреляция. Тем не менее, раз уж мы затронули вопрос оптимизации, то нужно заметить, что ее очень сильно подтянули. Во всяком случае, если мы говорим про то железо, которое было представлено на выставке. Разработчики привезли с собой компьютеры, которые имели под капотом GeForce RTX 2080, что существенно выше, чем рекомендуемое 2060. Тем не менее, игра отлично работала на максимальных настройках и забивала видеокарту всего на 45%, что существенно меньше, чем у большинства игроков в ходе прошедшего теста. С другой стороны, нужно заметить, что проблемы с FPS все еще остались. Да, железо перестало греться, и это явный плюс, но вот стабилизировать картинку не получилось. Разработчики были категорически против изменений имеющихся по умолчанию настроек, но один из комментаторов сообщил, что украдкой поставил максимум в 144 фпс, сняв лимит в 60. И в итоге показатели скакали от 80 до 110 единиц, ни разу не поднявшись до указанной отметки. Так что в целом, восточные игроки делают вывод, что над этой составляющей успели немного поработать, но до идеала на момент проведения выставки было еще далеко. Справедливости ради надо заметить, что разработчики из Tencent отмечали, что знают о проблемах с оптимизацией, и они действительно трудятся над этой составляющей. Более того, ей начали уделять принципиально больше внимания после глобального теста, когда выяснилось, что проблема оказалась масштабнее, чем предполагалось ранее. Собственно, тесты и существуют для выявления подобных проблем, а поэтому к предстоящему бета-тестированию ситуация должна стать существенно лучше. Если же говорить про отзывы, касающиеся сражений между игроками, то стоит заметить, что арены все еще были недоступны, как и на глобальном тестировании, а поэтому в их отношении подробностей не появилось. Тем не менее, в списках полей боя появилась третья локация, но она была закрыта заглушками, и поэтому ее нельзя было выбрать, посмотрев, что именно предлагают разработчики. Однако есть новость, которая вас может заинтересовать. Один из двух комментаторов отметил, что в окне полей боя появилась точно такая же кнопка, как и в меню подземелий. Не сложно догадаться, что она отвечает за регистрацию на случайные поля боя. К сожалению, разработчики не стали комментировать причины ее возникновения, и не до конца известно, не является ли она ошибкой. Учитывая, что за этот интерфейс отвечает одна и та же часть кода, можно предположить, что она появилась там временно, и ее просто еще не удалили. С другой стороны, есть информация от разработчиков, в которой они сообщили, что на релизе будет присутствовать система межсерверных полей боя, а значит лимиты по времени для регистрации могут быть удалены. Как следствие, поиск случайных полей боя может быть еще одним дизайнерским решением для того, чтобы подобные активности казались нам более интересными и разнообразными. Ведь иметь только один активный вариант в течение суток – очень сомнительная идея. Сюда же можно отнести еще и руны. Оба игрока из Китая отметили, что они понятия не имеют, откуда они берутся, ведь они изначально были экипированы на их персонажей. Тем не менее, руны очень сильно меняли игровой процесс и добавляли в ротацию новую активную способность, которая могла полностью перевернуть ход сражения. К примеру, жрец, на котором играл один из пользователей, получал навык, который дает всем ближайшим союзникам щит, поглощающий урон в некотором размере от текущего запаса здоровья целителя. При этом, если до окончания его действия, а это 10 секунд, он не расходовался, жрец получал мгновенное пополнение своего запаса маны в размере 1% от каждой дружественной цели. Стоит заметить, что это очень ультимативная способность, но ее часто применять не выйдет. С другой стороны, подобных рун будет достаточно много, а значит мы можем получить действительно гибкую настройку нашего героя на максимальном уровне. Самое же интересное коснулось меню создания персонажа. В нем увеличилось количество базовых настроек. Самих параметров больше не стало, но именно их вариативность расширили. И теперь у нас есть не 6 условных цветов для волос, а целых 12, что вообще-то можно считать прогрессом. Аналогичным изменениям подверглись и другие представленные параметры, что указывает на то, что разработчики продолжают трудиться над этой составляющей. Кроме этого, шаман был официально доступен в меню, но его нельзя было создать. А вместо него же появился новый класс, который получил темную заглушку. Игроки, посетившие Gamescom, особенно воодушевленно писали про этот момент, отмечая, что разработчики явно собираются вводить множество новых классов в перспективе, и их очень радует подобный подход. Зная они наш язык и смотря они этот канал, то уже бы давно были в курсе, что разработчики готовят нам или чернокнижника, или некроманта. Дополнительно нужно отметить, что появились заглушки и для выбора пола. Сделать это было нельзя, ведь соответствующие кнопки горели серым, но они уже присутствовали в меню, а значит команда точно выпустит Таррисент с этой функцией. К недостаткам же отнесли нулевые изменения в работе над анимациями персонажей, отсутствие динамики в работе над профессиями, ноль новых квестов в открытом мире, загадочные улыбки разработчиков на любые вопросы, касающиеся максимального уровня персонажа в игре. Кроме этого, стойкая негативная реакция была на появление шкалы боевого пропуска в магазине, награды в ней еще отсутствовали, но оба пользователя отметили, что хотя они еще с января знают о появлении этого косметического товара, но они до последнего надеялись, что его все-таки не введут. Также некоторое разочарование вызвало отсутствие небоевых питомцев, которых нашли в клиенте еще в январе. Пользователи надеялись, что они могут появиться уже на Gamescom, но их там не оказалось. Как вы можете заметить, уже в конце августа разработчики смогли предоставить некоторое количество новинок в руки посетителей Gamescom. К сожалению, их оказалось не так много, как хотелось бы части из нас, но это все равно огромный шаг вперед. Благодаря двум игрокам из Китая мы получили весьма много подробностей в отношении того, что уже было сделано и что продемонстрировали Tencent. Да, вероятно, мы могли бы рассчитывать на больше информации, если бы туда попали западные игроки или блогеры, но это, по всей видимости, не произошло. Во всяком случае, попробовавшие проект либо не играли в него ранее, либо решили не делиться впечатлениями в публичном поле, посчитав, что это не очень важно. Так или иначе, но мы можем видеть тенденцию по развитию Таррисленда, и, что еще важнее, фактическое подтверждение некоторым заявлениям команды, которые были сделаны в последнее время. Будем надеяться, что к моменту выхода закрытого бета-тестирования в ноябре, все эти функции будут благополучно завершены и дополнены еще большим количеством контентных элементов. На этом и я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!